Весенняя призывная кампания закончилась 15 июля. Более 100 младых людей нашего района отправили служить в западный военный округ. Из них несколько человек в Калининград, Балтийский флот, остальные недалеко от Москвы и Санкт-Петербурга. Также в период весеннего призыва от военкомата на обучение в высшее учебное заведение были направлены кандидаты из города и района. Хочу напомнить, что уже третий год у нас продолжается ежегодный набор юношей в высшее учебное заведение Министерства обороны. В этом году мы оформили 16 личных дел, из них 8 мальчишек, то есть 50% ребята поступили. Это очень для Канаковского района, это очень хороший показатель. Один из кандидатов на обучение в высшем военном заведении в этом году был выпускник седьмой школы. Молодому человеку удалось пройти строгий отбор в медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге. У всех парней, кто сейчас учится в 11 классе, есть повод задуматься. Оформление документов начинается с 1 февраля. Информацию о том, как учебное заведение предлагает военкомат, можно узнать по телефону, либо на личном приеме. А что касается осеннего призыва, он начинается с 1 октября. Повестки уже сегодня начали разносить по домашним адресам тем, кому исполнилось 18 лет и молодым людям, чей срок отсрочки закончен. Если вы по той или иной причине не получили повестку, то ли, может быть, дома вас не было, вас не застали, или вы поменяли адрес и не сообщили в военкомат, то, значит, в течение октября месяца каждый день, кроме пятницы, субботы и воскресенья, мы вас ждем в военкомате. С уклонистами по-прежнему идет борьба. Для тех, кто не знал, напоминаем, что в законе о воинской обязанности внесены изменения. И теперь военный билет без службы в армии не выдает. В лучшем случае молодые люди получают справку. Тесно сотрудничаем со Следственным комитетом при прокуратуре Российской Федерации. И за последние три года к уголовной ответственности, то есть граждан осудили к наказанию в виде штрафа, 6 человек. То есть это самый высокий показатель в Тверской области. Все те, кто пролечен к уголовной ответственности, оплачивают штраф. А в течение года после взыскания гасится судимость. И уже потом эти граждане подлежат общему призыву. И если они в очередной раз уклоняются от военной службы, то в этом случае их ждет более суровое наказание. Лишение свободы сроком до двух лет. То есть сейчас вот у нас в период подготовки к призыву идет предварительный отбор граждан. То есть те мальчишки, которые осенью подлежат призыву, приезжают представители войсковых частей, вот как сейчас у нас здесь работает представитель одной из войсковых частей, изучают личные дела и уже отбирают себе молодое пополнение. Также сейчас продолжается набор на службу по контракту. По всем интересующим вопросам необходимо обращаться по телефону 335-45. А что касается призыва, обращайтесь по телефону 336-70. С понедельника по четверг приемные дни. Все желающие могут проконсультироваться лично со специалистами.